Анатолий, вот нынешние выборы мэра Москвы, они имеют очень странный характер. Странный характер они имеют в силу участия в них человека, который только что был лицом оппозиции, болотной оппозиции. Он находится под судом. Его вытащили из зала суда, где он должен был взят быть под стражем, и отрядили быть соперником тоже очень странно снятого со своего поста и назначенного исполняющим обязанности мэра Собянина. Насколько я понимаю, Собянин это не креатура Путина. Может ли быть так, что креатурой Путина является Навальный? Как ты считаешь? Ну, я так не считаю, но лучше начать сначала. Во-первых, режим устной речи не позволяет ставить кавычки к слову «выбор». Когда я пишу текст, там очень просто выразить свое отношение. Слово «выборы» дается, конечно, в кавычках. Выборы предполагают выбор. А когда в день объявления этих, неожиданного, кстати, объявления, очень неожиданного объявления этих выборов, в кавычках, уже ясно, чем они закончатся, вне зависимости от того, как будет себя вести 12-миллионный город со своими избирателями, это не выборы. Надо еще вспомнить, что сам Собянин весной еще говорил, что нет, никаких выборов в Москве сейчас не нужно, город не готов, не надо выборов. Проходит чуть-чуть времени, и он сам неожиданно, без объявления войны, назначает выборы. Дальше он объявляет, что снимает с себя полномочия мэра, чтобы не влиять на волеизъявления граждан. И в этот же день, буквально даже не на следующий, а в этот же день к вечеру, назначается исполняющим обязанности сам себя. То есть, сидя в этом кресле, как мэр, он влиять на выборы может, а если он в этом же кресле сидит, как исполняющий обязанности сам себя, то вроде как не может. Зачем тогда вообще... То есть, это началось с фарс. Зачем они вообще понадобились? Я так понял, что это некая форма сокращения Собянина, который вырос... Нет, 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 я думаю, что... Очень сильно вырос, помимо, так сказать, своих натуральных пропорций. Я прошу прощения, это вот когда мы в пионерском лагере там где-то находились, можно было пару пачек дрожжей в деревенский унитаз бросить, и дерьмо вырастало так, что сносило эту деревянную будку. А в нашем случае разрастание, в общем-то, дерьма, оно невозможно в таких масштабах. Поэтому говорить о том, что кто-то там вырос, ну, это просто смешно. Человек, я прошу прощения, но когда публичный политик отказывается от дебатов, где у него есть, в общем-то, масса преимуществ, по понятной всем причине, что он в дискуссии, так сказать, в диалоге двух слов связать не может, это что, это вырос? Это не вырос. Хорошо. Роль Навального. Ну, дело в том, что эти выборы надо каким-то образом подать как настоящие, легитимизировать. Ну, все шоу, все шоу. Во-первых, эти выборы были изначально не нужны. Я не сказал, я бы не сказал, что они были изначально не нужны. В Москве, судя по всему, ожидается некоторое ухудшение общей экономической ситуации. А в Москве это ухудшение, оно даже и не зависит от общей ситуации. Мы видим, что с каждым годом жить в Москве становится все хуже и хуже. Это очевидно любому мисквичу. И в мелочах, и в крупном, хуже, хуже. И этот процесс будет продолжаться до того момента, когда смысла жить в Москве уже большого не будет. Тогда произойдет, безусловно, обрушивание раздутого рынка недвижимости. В Москве рынок недвижимости будет нечеловечески раздут. Все это дело, безусловно, схлопнется. И, естественно, социальные условия проживания 12,5 миллионов человек в этом городе станут уже совсем хреновыми. И власть будет в той будущей реальности регулировать уже эти отношения гораздо более жестко. Не методом кнута и пряника, а в основном методом кнута и, возможно, автомата. Вот в этой ситуации, по крайней мере, для власти нужна жесткая отмазка. Вы же меня выбрали, да? Ну, вы же меня выбрали править. Я буду... Вот вам палка, и я вам всем отец. Ну, как в стихах. У меня, вернее, у меня есть палка, и я вам всем отец. Поэтому тут говорить-то, в общем-то, не о чем. Выборы нужны власти для того, чтобы мало-мальски отретушировать незаконность и противоестественность своего права. Не только для граждан, на граждан-то, в общем-то, по большому счету, сильно плевать. Но существует общественное мнение, мировое общественное мнение, от которого эта власть, в общем, зависит. Несмотря на то, что периодически там надуваются щеки, но потом пинок в задницу из Вашингтона, и тут же щеки сдуваются, и все становится снова как положено. Вот. В этой ситуации им это необходимо. Я бы напомнил о вчерашнем интервью Нарышкина. Вчерашнем интервью Нарышкина с Словацким. СМИ, где он сказал, что, ну как же, мы помогали Навальному, мы помогали, чтобы у нас были выборы, чтобы все. То есть, понятно, что это интервью было отражено здесь для такой небольшой еще дополнительной дискредитации. Даже виртуальных противников тоже надо дискредитировать. Но основная задача интервью этого показать мировому общественному мнению, что смотрите, мы же хорошие, у нас такая своеобразная, но все-таки демократия. Мы, вот видите, волей народа здесь сидим, а они просто так пришли и усилились. Вот это вот главный месседж этой избирательной кампании, которая, кстати, проходит не только в Москве. Она проходит в Московской области, второй по размерам регион нашей страны, больше Ленинграда, о которых вообще ничего не слышно. Более того, я бы понял, если бы на выборах от объединенной оппозиции в Московской области выдвинулась Женя Чирикова. Она очень хорошо отработала по химкам, она медийная, она женщина, а это на таких выборах большое преимущество. Она просто очень хорошо держится, на самом деле, она от природы хорошо держится, она натаскалась здорово. Казалось бы, ну готовый кандидат. Вот только что прошлой осенью года не прошло, как подняли этого политика именно для Московской области. И после выборов в октябре прошлого года можно набрать в Яндексе Чирикова и выяснить, что просто корова языком слезнула. Ну нет Жени Чириковой. Вот нет и все. Ну слушайте, это уже просто непорядок, даже по отношению к женщине. Вы же человека подняли, ну дайте хоть ему возможность дальше продолжить свою политическую карьеру. Нет, Жени Чириковой нету и вместо нее выдвигается, безусловно, для этих выборов в Московской области слабая фигура Гудкова-старшего. Ну он, я даже не буду про нее плохо говорить, но он объективно для этих выборов фигура слабая. Если коммунисты, которые зюгановские коммунисты, опять-таки, вот нет в фигурах устной речи, кавычек, артистизма мне не хватает. Вот в Москве, ну выдвинули хотя бы второго человека в партии, Мельникова, абсолютно безнадежное выдвижение, безусловно, безнадежное, но все-таки Мельникова. А кто выдвинут в Московской области? Может быть, другой заместитель Зюганова Владимир Кашин, который курирует Московскую область, он сам выходец из-под Москвы, он баллотировался вице-губернатором еще с Селезневым. Проиграл полпроцента, кстати, Селезнев тогда, Громовут. Нет, не Кашин. Может быть, первый секретарь обкома московского Николай Васильев, который тоже нагулял уже политический вес, он депутат Государственной Думы, член Президиума, нет. Выдвигается второй секретарь обкома партии. Ну это уже, извините, это называется уже подставка. Ну они просто ложатся под власть, так неприлично вестись. Просто неприлично. Остальные кандидаты мы сейчас будем вспоминать, мы будем вспоминать, кто же там еще выдвигается, и всех не вспомним. Ну, это называется выборы в кавычках. Абсолютно слабый кандидат от власти идет, и под абсолютно слабого кандидата системная оппозиция выдвигает подходящих еще более слабых. Ну это неприлично. Я на сто процентов уверен, что если бы сейчас от объединенной оппозиции выдвинулась Черикова, мы бы сейчас говорили о очень интересном раскладе в области. О втором туре говорили бы с полной уверенностью. Если бы выдвинулся Кашин Владимир, он может сказать, он не очень симпатичный, грузный такой, большой дядька, да, но он политическая фигура. И мы бы тоже могли говорить о втором туре. А сейчас о втором туре в Московской области говорить не смешно. А в случае Навального можно говорить о втором туре? В Москве? Нет. Я же сказал, что итог выборов был ясен в тот день, когда Собянин их объявил. Это выборы Собянина. Вот я нашел фигуру речи. Это не выборы в Москве, это выборы Собянина. Ну может быть там есть какие-то неожиданности все-таки? Ну да. Могут быть неожиданности, что Собянин, ну не знаю, вдруг помрет или сойдет с ума явным образом. Так что просто будет бегать по улицам там с ботинком в руке голый. Понимаете, вот только так. Других вариантов я, честно говоря, не вижу. Ну а если, допустим, Путину необходимо дискредитировать Собянина как потенциального противника, которого раскручивают... Прошу прощения, о чем мы говорим? А как может быть у Путина противник? Что, может быть противник Путина на выборах, да? То есть мы представляем себе выборы, в которых Путин на альтернативной основе вот так вот проигрывает выборы? Нет, я имею в виду Собянина, ведь, по-моему, двигают вперед олигархи. Не все, а только те олигархи, которые из скромного мэра скромного города Коголым сделали действительно фигуру федерального масштаба. У нас ведь Собянин занимал... К вопросу о том, что он не путинская креатура, ну прошу прощения. Именно при Путине этот скромный провинциальный чиновник приехал в Москву. Именно Путин его назначал на первые федеральные должности. И, собственно, все важнейшие посты, кроме поста премьер-министра и президента, Собянин уже занимал. Он был главой администрации, он был вице-премьером, он всем был. Он уже, да, он политический тяжеловес. Но не надо забывать, что наши, в нынешней действительности, политические тяжеловесы, это все равно группа попугаев товарища Путина. Без вопросов. Это дирижабли, то есть они большие, но очень легкие. Большие, но очень легкие, да. И главное, у каждого из них есть веревочка. Так что же, получается, что Собянина вытащили из Коголыма, чтобы унизить и демонтировать столицу нашей Родины? Ну, начнем с того, что его вытащили из Коголыма же не мэром, его вытащили из Коголыма на другие посты. А что касается столицы нашей Родины, ну, надо было, видимо, заменить кем-то Лужкова, который действительно на что-то мог претендовать. И, собственно, я так понимаю, именно эта политическая самостоятельность Лужкова, в кавычках самостоятельность, это даже был призрак политической самостоятельности, Лужкова стоил ему, ну, его позиции. Только это. Ну, нельзя же было вместо Лужкова назначить пенек. Совсем. Пенек нельзя. Надо, чтобы все-таки это на что-то было похоже. Собянин, Собянин, строго говоря, по сравнению с Лужковым, фигура слабая, назначенная, несамостоятельная. Поэтому, между нами говоря, только для соблюдения приличий. Я не думаю, что господин Собянин будет когда-либо претендовать на роль Путина при живом Путине. Спасибо. 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 Спасибо.